В Ботаническом саду ПГУ в пробирках выращивают краснонервные тополя. Таких нет нигде в Приднестровье. Они выше привычных нам, красивее и устойчивее к болезням. Ученые предлагают высаживать краснонервные тополя в столичных парках и скверах. Мы находимся в Ботаническом саду ПГУ и стоим под необычным тополем. Его название – тополь краснонервный. Название произошло от того, что у него черешки и жилки такого едва заметного розового цвета. И такого дерева вы не встретите больше нигде в Приднестровье. Этот тополь в Ботанический сад ПГУ привезли больше 10 лет назад. Для нашего края растение редкое. В основном встречается в субтропиках. Ученые хотят, чтобы и в Приднестровье краснонервных тополей было больше. Климат им наш подходит. Живут долго – около 150 лет. А еще они красивее привычных нам тополей и растут быстрее. Особенность того, что мы стараемся его размножить как можно побольше – это тополь двудомное растение. То есть есть женский организм и мужской организм. Женский организм, как правило, дает плоды, которые опушены. И таким образом, когда идет лед этих семян, то вызывает, конечно, недовольство у населения. То есть забиваются глаза этой ватой, нос и вызывается даже аллергия. А мужской организм дает только пульсу. И таким образом, вот это, так сказать, ограничение мы снимаем. Чтобы через пару лет на наших улицах появились тополя без пуха, Геннадий Иванович уже третий месяц трудится в лаборатории. В пробирках выращивает тополя. Мы вам показали, как выглядит десятилетний тополь. А вот он. В каком возрасте? Сколько ему здесь примерно? Полтора месяца. Полтора месяца, посмотрите. И это все выращивает Геннадий Иванович. Здесь можно увидеть вот эти побеги тополя краснонервного и вот эта гелеобразная питательная среда, напоминающая холодец. Ее состав примерно из 30 компонентов. Туда входят соли, сахара, витамины и ростовые вещества. Вот эти малышам, а их тут около полусотни, всего два месяца. Вырастил их Геннадий Иванович с черешка. Чтобы не увяли, включал свет и выставлял нужную температуру. В лаборатории сейчас не больше 26 градусов. Вот видите, корни уже. Вот эта питательная среда уже с другого состава для образования корней на побегах. И вот в таком виде мы можем что дальше делать? Черенковать в стерильных условиях. Ну, то есть режем на кусочки стебля с почкой или с точком. И высаживаем снова на питательную среду для укоренения. Таким образом наращивается количество копий этого тополя. Причем это делается круглогодично. У меня все время здесь лето. Через месяц, если этот тополек укоренится, его высадят в грунт. К весне уже должен окрепнуть и превратиться в саженец. Если вырастить достаточное количество саженцев такого тополя, где он будет хорошо смотреться, допустим, в террасполе? Ну, там, где нет проводов. То есть вдоль дороги, где идет электричество, допустим, ясно, что он высокий вырастает и будет просто обрывать эти провода. То есть где-то такие места, сквер какой-нибудь, допустим, где более-менее открытая площадка, он любит солнечные места. В лабораторию Геннадия Ивановича сейчас несколько сотен пробирочных тополей. По его прогнозам, осенью все они будут готовы к высадке. Так что скоро наши уличные пейзажи будут похожи на итальянские или греческие. Вместо елок и берез будут субтропические тополя. Яна Раховская, Александр Зелинский, ТСВ.